Доброго всем варвары и господа, с вами снова Рима, сегодня у нас очередное видео игры под названием Император Рима. Эта игра стартовала не очень удачно, но сейчас много чего доделали и доработали разработчики Парадокс Интерактив. Ну что ж, мы с вами начинали за Арвернов и продолжить эту игру, к сожалению, невозможно, потому что вышла бесплатная DLC. В бесплатном DLC и обновлении добавили много всяких фишечек для всех стран и особенно уделено было внимание это Риму и Карфагену. За эти страны играть мы с вами не будем, потому что за них ну очень легко играется. Мы сначала с вами включим режим одной жизни, чтобы были достижения и я хочу попробовать себя в качестве предводителя варваров. Например, вот за любую из этих стран, да, скандинавских, да, захватить весь этот остров, потом здесь потихонечку начать, ну, как бы колонии создавать себе, все это дело заселять и потом уже идти до Рима. В этот момент, мне кажется, Рим будет уже вот здесь вот где-то в Европе, воевать со всеми, там Эдуэ, Арверны и все такое и тому подобное. Поэтому мы можем либо за Готию, ну, это очень легко, вот за Данию, где у нас число территорий всего лишь 4, да, и очень мало населения, групп населения, будет интересно. Поэтому начинаем заданию, надеваем шлем, всем приятного просмотра. Игра Император Рум, она, во-первых, очень красива, во-вторых, конечно же, много здесь не доработано, было сейчас намного доработано. Я вам сейчас расскажу, что это, что здесь добавили. То есть мы уже с вами обсуждали тот момент, когда, помните, там, нужно было ручками все это дело добавлять, там, население менять. А все сейчас сделано, как в Европе универсальство, ну, более-менее, не все, но более-менее. Так, свободные ячейки идей. Давайте выберем идею нашему главному военачальнику, ну, царю, императору, ну, пока не император, да, царь. Боевой дух, это не надо, это, давайте, боевой дух здесь сделаем. И здесь делаем скорость пополнения плюс 10% и восстановление боевого духа армии плюс 5%. Превосходно. И у нас производительность племен увеличивается в 15%. То есть, если мы выбираем другие какие-то идеи, которые он не владеет, а может, в принципе, иметь, то, естественно, этого дополнительного бонуса у нас не будет. Так, знамение, знамение, боевой дух армии. Ну, мы, наверное, скоро будем воевать, поэтому я сейчас сделаю боевой дух армии. И в варварской системе, ну, у нас оседлое, да, племя, сейчас посмотрим. У нас, вроде бы, оседлое племя, да, племяное вождество, вот. Вот, система такая, то здесь есть кланы, которым мы, если у нас хорошая верность к нам, да, у них, вернее, хорошая верность к нам, то мы можем ими контролировать, управлять этими армиями, однако мы не можем забирать с них вот эти когорты. То здесь у нас пока что тысяча лучников и тысяча легкой пехоты. Вот такие вот дела. Но зато у нас есть армия, которой мы сами можем полностью ей делать все, что захотим. Поэтому выбираем нашего предводителя, это наш нынешний правитель. У него воинское искусство плюс 9, превосходно. И начинаем потихонечку развиваться в сторону битв. Я думаю, корабли нам пока не нужны, поэтому распускаем корабли. Они нам не нужны, я вам скажу, для чего они нам понадобятся в будущем. Так, правитель у нас не в браке. Ушайтал, подожди. А то, смотрите, мужики. Правитель не в браке, щедрость и благотворитель. В принципе, у нее стат, это довольно хорошая набожность у нее. Давайте сделаем так вот, свадьбу. И улучшим какие-то свои армейские. Ну и вообще, это у нас технологии, да? Национальные налоги, в принципе, можно сразу улучшить. Так, получение кораблям урона тоже. По-любому, мы все с вами улучшим. Лимит снабжения для наших армий. Так, стоимость импорта. Производительность племен плюс 5%. Это очень важно, потому что у нас племенное государство. У нас практически рабов нет, у нас одно племя. Так, дипломатическая репутация плюс 1. Это для внешних переговоров очень нам понадобится. Восстановление боевого духа и модификатор глобального ежемесячного прироста пищи плюс 5%. Тоже берем. Итак, со всеми практически делами мы с вами разобрались. Единственное, нам нельзя забывать о законах, которые добавляют централизацию. Централизация это очень важная вещь для таких групп населения. Ну, таких, можно сказать, групп государств. Что дает централизация? Чем больше централизации, тем меньше власти у других кланов. То есть сейчас в нашем правительстве три клана. Один из них мой клан. Вот он, я нахожусь. Вот этот клан 75% верность. Верность. Кстати, мы на свои статы не посмотрели. Честность и мудрость. Кстати, очень хорошие статы. Ну, прям невероятные статы. Ну, мы можем сейчас поменять какой-нибудь закон, чтобы увеличить централизацию хотя бы до 30%. У нас сейчас 0%. Ну, давать никаких законов о торговле нет. Здесь у нас национальный. Так, принять бартерный обмен, что у нас доход от торговли плюс 20%. И централизация плюс 0.5. Либо изменение цивилизованности в месяц. Доход от торговли. Вот. И все это дело дает централизации. Давайте, наверное, идея чеканки монет сделаем. Да, у нас упала стабильность. Стабильность нужно держать в пределах 50 поинтов, если так правильно назвать. Стабильность. Тем лучше, тем, конечно же, чем выше стабильность, тем для нас лучше. Сейчас у нас стабильность низкая. Поэтому национальные волнения у нас появляются. Счастье основной культуры. Шанс роста верности. Другие кланы, другие полководцы у нас неверные нам. Так, ежемесячное снижение стабильности. Так, пределы для гражданской войны и пределы для восстания. То есть, могут быть восстания. Нужно быть аккуратнее в этом плане. Кстати, давайте, пока мы не воюем. Содержание армии понизено намного. Хотите посмотреть гайды? Хотя, в принципе, это у нас прохождение и гайды. Я как раз объясняю все свои шаги. Давайте один лучник. Легкие пехоты и колесницы. Надеюсь, мы в минус не уйдем. Хотя, возможно, мы даже и уйдем в минус. Запускаем шарманку и все такое. Низкая эффективность исследования. Что это такое? То есть, многие спрашивают в комментариях, что это такое. Ребята, в каждом селе есть четыре группы населения. Это рабы, которые производят налоги. Да, приход денег. Это племя, которые производят и людские ресурсы, и деньги. Это свободные люди, которые производят людские ресурсы. Без людских ресурсов мы не сможем нанимать армии. И граждане. Как раз те самые граждане, которые производят бонус к торговле. То есть, доход от торговли. И исследования. То есть, как раз они и исследования приносят. То есть, чем больше граждан в городах, тем, конечно же, быстрее вы производите разные исследования. Вот как-то так. Сейчас мы с вами выберем первого союзника Который смог бы нам Давайте вот верхнего союзника Заключим союз Это у нас Готия Мы с ними будем в союзниках А с этими ребятами мы попытаемся повоевать Если у нас это получится Герулия можем тоже попытаться Кстати они уже с кем-то союзники Предложение союза У нас в принципе два союзника есть Это очень хорошо То есть я Готию в союзники взял И это, ну понятное дело, что я походу буду Вот этих вот ребятю забирать Потом дальше Вот этих вот ребятю И вот этих вот Вот так Карту можно поменять и так, и так Я еще настроил себе здесь карту Вот здесь она настраивается Она здесь перемещается Там ландшафт, культура, игроки, религии Все такое То есть, ну, хотите научиться играть Смотрите это видео Я поставил карту дипломатию Например, себя ввожу Видите, то что синее вокруг меня Это мои союзники Вот у этих ребят Варенье союзники И ругие союзники У Готии союзники я У этих ребятюль Никого пока что в союзниках нет Если мы сможем и их тоже попытаться Шатнуть Ну, нам надо созвать Военный совет Для того, чтобы Решить Кого мы будем нападать Герулия Военный совет Герулия Я что-то не понял А вот Вот эти ребята Кучка глупцов Нет, давайте Никакого эффекта нет Потому что мы с Герулией Пока что в союзах Я не хочу Давайте тогда сделаем следующее Тайные действия Правая кнопка мыши По державе Кого мы будем захватывать И предъявить претензии Без претензий Война, возможно Но у нас упадет стабильность Как раз к тому времени Поднимется наша стабильность И это будет очень весело Ой, ребят, я надеюсь Сейчас мы в минус С вами не уйдем Возможно, мы скоро уйдем с вами Минус Мы создали очень много бойцов Сейчас Другой месяц начнется 0,78 В принципе терпимо 5 тысяч армии здесь у нас И 2 тысячи армии Наших кланов В других местах Кстати, мы можем Сделать независимые действия И чтобы они сами решали Чем заниматься Я как-то тоже по приколу Объявлял войны И предоставлял Искусственному интеллекту Сам Ну, вот так вот Пусть он сам рулил Всеми этими захватами И армиями И я затащил Мне нравится, как думает Искусственный интеллект Конечно, не всегда Он побеждает И не всегда он делает Хитрые ходы Однако У него микроконтроллинг Лучше, чем у меня Вот А вообще Воевать надо Со скоростью Двоечки Вот так вот Вот как-то так Ладненько Сейчас мы как только Придявим претензии Претензии у нас уже 35% Да? 35 и 35 Уже 40% Мы продолжим Ливония Предлагает нам Военный союз Мы, конечно же, отклоняем Потому что это наша Будущая цель Хотя Судя по тому Какой у нас регион Нам лучше Завоевывают Вот этих ребят Или вот этих вот ребят Или готью Да? Кстати, мы созвать совет Пока что не сможем 29 октября 460 года До основания республики То есть Через 9 лет Да Янтель Янтель хреново Янтель очень хреново Так, ладно Хорошо Мы сейчас с вами Что-то сделаем Интересное 7000 армий У нас здесь Есть одна крепость Следующая крепость Мы от этих ребят Захватим Как раз будет здесь крепость Там крепость В принципе нормально У нас, кстати, города нет Чтобы основать его Нам надо 350 Золотых монет Однако В реформах В законах Мы сможем Что-то Изменить здесь Для основания города Ребята Вот здесь Где-то у нас Была Такая интересная Штучка Так Многообещающая Централизация Так Державка Влияние Не то Не то Ну давай Сделаем так Ну да Местные волнения У нас могут быть Ничего страшного Мы их подавим Кстати, если мы Повысим Эконом Содержание войск В принципе нормально Хорошо Понижаем Пока что Жалования, господа Ни в коем случае Не уменьшайте Кстати, я забыл Про торговлю Сразу ставьте Свободную торговлю Стоп Подождите Нет А нет Не налогообложения Вот здесь вот торговлю Будет Как только у нас будет Это так Низкие налоги Высокие налоги Не то Так, у нас новый наследник Назовем его Римосом Римос не может Других назвать Кроме себя Ну, в принципе Доход Расходы Кстати, максимально Расходы Не получится сделать На армии Ну ладно Жалования Ни в коем случае Не понижайте Потому что падает Преданность Верность Губернаторов И, конечно же Полководцев Когда у вас Становится огромная армия Конечно же Без Вот этих вот Привилегий Которые я сказал Это независимые действия Там охрана границ Сражаться С мятежниками Вы не обойдетесь Потому что Вы тупо Не сможете контролировать Одновременно За всеми Своими Когортами Ну что ж Господа У нас претензия Вот-вот Уже скоро Поднимется Поддерживающий клан 100-100 Нет Спасибо Не надо Кстати У меня как С популярностью Давайте проведем игры Чтобы повысить Свою популярность Так мы Предъявили претензии Сейчас как раз Игры мы с вами Проводим И пора уже Повышать содержание Армии Ни в коем случае Не забывайте Про это дело Да Плюс 5 Прекрасно Популярность Она тоже дает Чем ниже популярность Тем хуже Для вашего правителя Чем выше Тем конечно же лучше Кстати Мы продажны Немного Плюс еще 5 популярности 56 популярности Мы получили Превосход Ну что ж О боже Они все-таки Засоюзились С этими ребятами То есть Мы с вами Если объявим войну То нам придется С Готией Воевать И с Герулией Воевать А эти ребята С кем Пригласить в союз Этих не надо Нельзя А вот зато С этим ребятам Мы сможем В союзники взять Да Раума Рикия Короче Вот с этим ребятами Давайте С Раума Рикии Засоюзимся Посмотрим Так у нас Новый союзник Наш дипломат Сейчас в пути Если мы Объявим войну То Готия Пойдет за них Мы как раз И Готию Захватим Если получится Повоевать Да Конечно же И других Все Может быть все-таки Так плюс 40 Давайте посмотрим Сейчас мы сможем Нанять еще какую-то Армию Интересно Конечно Торпиться не стоит Но тоже Так 39 40 В принципе Можно Обозы Нет Обозы не стоит Пока что Брать Надо еще Наверное Колесницы Возьмем Так берем Еще колесницы Как раз мы С экономикой У нас хорошо И сейчас будем Захватывать чужие территории У нас будут Как бы И грабежи И все такое Кстати Отряд наряльчиков Не получится собрать Потому что у нас Не хватает Политического влияния Кстати Военный опыт Набирается как раз Во время войны В основном Либо во время тренировок Ну что ж Господа Начинаем Новую войну Превосходно То есть Готия Вот эти наши Бывшие союзники Они станут нашими Ребятюль С которым мы За союзной чили Будем Звать На общую войну Погнали Прекрасно Смотрите Уже автоматически Все пошли Давайте потихонечку Наверное Через нашу территорию Сейчас попытаемся Их нагнать И нагнать Кстати Знаете Какую лучше Тактику выбирать Они обычно На лед берут Потому что у них Много лучников Легкой пехоты Мы Либо охват Ну мы наверное Обман возьмем Пока что Получится Не получится Не знаю Ну-ка давай Вот так вот Сделаем Сейчас Да ладно Захватываем Захватываем Сейчас захватим Остальные территории Хотя бы здесь Надо их как-то Привлечь внимание К себе Так самое главное Чтобы они нашего Союзника Не сожрали И пойдем Уже брать Наверное Сразу первую крепость Время надо Выигрывать Ребята Здесь очень важно Это делать Мы уже почти Захватили их Союзников Но они все Пошли к нашему Союзнику Надо его Выбивать Правда Мы здесь Заблокированы Кстати Это не Блин Я здесь не Посмотрел Чтобы здесь Заблокированы Потому что у нас Здесь первая крепость И вторая крепость Сквозь вот так Вот вокруг Этой крепости Мы не сможем Пройти И они это Прекрасно знают Они сейчас пошли Добивать Нашего единственного Союзника Ребята Ну зато Мы сейчас захватим Его союзника У него будет усталость От войны Мучить его Кстати Мы Милитаризм Не включили А во время войны Это невозможно сделать И у нас тем более Политического влияния Не хватает Ладно Сейчас мы Посмотрим Пока я вот так На полуавтоматическом Режиме Контролирую Это все воины Кстати Сколько у него Когорт Четыре Когорты Здесь у нас Четыре Тоже Прекрасно Прекрасно Давайте Ребята Вы мне нужны Кланы Автоматические Идут Я им приказал Чтобы они сами Автоматические Шли Ну и Обман Как вообще Предугадывать Их Тактики В основном Я делаю Так Смотрю Кто командует У кого больше Командиров Вот очки Видишь Вот это Типа Шлем Такой Красный У него Лучник И осел Да У него Лучник И осел Смотрим Лучники Ну скорее Они будут Делать налет Не охвата А именно Давайте обман Оставим все таки Все таки Оставим обман Захватим первую крепость Кстати здесь еще одна крепость Строить Нам надо ее срочно Захватить мы ее не успеем То есть две крепости Придется нам Обходить Это очень печально Вот союзник В отчаянных С отчаянием Пытается Так Плюс 5 тирании Давайте вот так вот делаем Хорошо Нам по всей видимости Придется одному Передвигаться Разграбление города Мы жестокие Кстати Нет Давайте вот так вот Сделаем Так Выиграно Уходим сюда Мы здесь уже не пройдем Нам надо либо высаживаться С другой стороны Мы опять тоже не высадимся Вот так вот Ну у нас кораблей нет Идем вторую крепость забирать Так они там захватывают Смотрите А вернее Нанимают кого-либо Блин Они захватили Столицу нашего союзника Наш союзник уходит назад Но зато Готия Готию мы сможем Прямо сейчас забирать По идее Да Мирное соглашение Невозможно взять Потому что мы захватили Вообще соседнюю Соседнюю страну Которую заступила За этих чуваков Поэтому продолжаем Захватывать Я надеюсь Эти автоматически До нас дойдут Так держава Даня потеряет Централизация 17 В принципе можно Ладно У нас увеличена стабильность Это очень хорошо Это нам на руку Это нам на руку Тысяча Стойте А нет Они сами ушли Хорошо Ладно Захватываем Продолжаем захватывать Ну смотрите Он тоже Я вам скажу У них людские ресурсы Это уже не Очень маленький Получается Наш союзник Жестко попал За чужую идею За чужую войну Усталость от войны Надо будет посмотреть Сколько у них Усталость от войны Потери нашей армии 4000 Их армии 1600 Чем-то Да уж Пока мы В принципе Не сможем Блин Не знаю Нам надо подождать Сейчас захватить Вот эту вот Первую Вторую крепость Штурмовать мы Ни в коем случае Не будем Прекрасно Прекрасно Разграбление города Хорошо Теперь Нам надо идти Еще Ой Это еще Новая крепость Захватить Кстати Вот замочек У этого чувака Мы сможем Сейчас его попытаться Добить Нет Мы не успеем Добить Заболевает Пусть болеет Пусть болеет Хорошо Нет Давай на крепость Давай на крепость Автоматический Он к нам идет На крепость Так Наш союзник Сейчас одупляться Очухаются И вернуться обратно Статус-кво Блин Ну надо же Да Автоматический Прям зашарил Вторую крепость Построил Увидев Что вот Нет вариантов Все такое Сейчас мы захватим Всю его территорию И у них не будет Пополнения Главное чтобы они Не выбили Моего союзника Это 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 Очень страшно Ребята Это Очень страшно Хорошо 26 30 Я набираю Второе Так 454 год До основания Римской империи Или республики До основания Рима просто идет Да Как-то так Так 4000 бойцов Идут в эту сторону Сейчас они Пойдут Освобождать Свои земли Пытаться Хоть что-то освободить Но мы Ничего Мы ждем Мы ждем в осаде Мы ждем в осаде Они идут Они идут К нам Сейчас будет битва 6000 против 9500 Но боевой дух У наших соседей Конечно же У наших союзников Ну очень маленький Главное чтобы в это время Нас никто Снизу не атаковал Не объявил Новую войну Вот здесь мы сейчас Можем проехать Мы осаду выиграли Ребята Это очень Очень хорошо Очень хорошо И мы не предугадали У нас обман У них куски проход Это очень хорошо Превосходно То есть вот так Битва происходит В этой игре Римас А где Крафика Скажите да Еще вот Еще одни ребятюли Идут У нас кстати Большие потери Ребята Очень большие потери Сейчас Захватим все Но нам надо Добить этих чуваков Либо освободить Свою армию Можем сейчас Просто независимые Действия поставить Да И освобождать Уже Соседей Ну и пытаться Добить Всех оставшихся Пацанов Можно сказать Давайте Ребятюли Быстрее Идите Передвигайте Захватывайте Соседние А кстати Вот эту крепость Еще надо забрать Я вам скажу 55 у нас Пока что Победа Кстати А мы можем уже Предложить мерный договор И все это дело Захватить Можем Ребята Я надеюсь Сможем Да Мы сможем Смотрите Ребят Какая у нас Дания становится Ну Сверх расширение Агрессивно Вернее Экспансия Плюс 10 Надо будет Ее Потом Занизить Все Захватываем Превосходно Да Наши враги Не заслуживают Пощады Прекрасно Вот так То лучше Все Мы выиграли Невероятное Невероятную Войну Известность Персонажа Смотрите Ребята Дания И у нас Пока что Локальная Держава Знамения Так Войска Визнагнания Давайте Наверное Усталость От войны Либо Производительность Не рабов Блин Шеф Здесь конечно Не такой уж Хороший Потому что Я увеличил Производительность Племен Наверное Сделаем Да Давайте Производительность Племен И сразу Переходим В экономику Низкое Содержание Войск Пока что Мы одуплимся Кстати Мы сможем Что-то Симпортировать Дерево Местное Ноги Плюс Три Прево Красно И меха Стартовый Опыт Снижение Опыта Тоже Нормально Вот сейчас По всей имости Нам Стоит Задуматься О Очень важной Вещи Блин Нормально Вот так Да Херанули Ёптать Пол континента Пойдет Что ребят Я к вам Иду Вот они Ребятюли Я к ним Иду По любасу Можем Уже По ходу Дело Предъявлять Претензии Давайте Да Кстати В дипломатии Обзор Торговли Здесь Калочку Можно Ручное Управление Убрать Чтобы Автоматический Что Что-то Личнее Экспортировать Тем самым Мы будем Получать С этого Нормальные Такие Доходы Я вам скажу Очень Нормальные Так Правительство Религия Экономика Торговля Если мы С вами Поставим Свободную Торговлю Будем Еще Больше Бабок Получать Но Импорт 2 из 2 Было 2 из 4 Сейчас Стало 2 из 2 Свободная Торговля Дает Дополнительный Доход Небольшой К Торговля От Торговли Вернее Смотрите Чем больше Централизация Тем выше Уровень Цивилизованности Державы И скорость Повышения Населения Что такое Скорость Повышения Населения Как раз Из рабов Становятся Свободные Жители И свободных Жителей Становятся Граждане Да Но у нас Граждане Очень Медленно Будут Повышаться Это из-за Того Что Нет Города Нам Надо Основать Город Но для Этого Нужно Накопить 350 Золотых Монет Но перед Этим Делом Надо В законах Какой-то Закон Изменить Чтобы Бюрократическая Система Кажется А вот Кочевный Образ Жизни Убрать Что Добавляет К стоимости Основания Города Плюс 50% Да То есть Убрать Этот Дебаф Ну и Укрепление На холмах На Производительность Племен Что Добавляет Плюс 15 И Централизация Плюс 0 10 Чем Больше Централизация Тем Конечно Лучше Для нас И Нам Надо Все Это Дело Захватить Потом Попытаться Идти На Рим Ой Ребята Это Будет Просто Невероятно У нас Новый Союзник К нам 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 Чается Эти Ребята Мы Пока Что Отклоняем Я Не Хочу Себя Сейчас Пока Что Новый Союзник Потому Что Если Атакуют То Нам Придется Будет Ввязаться В Эту Войну Я Хочу Эти Потребить Добить Пришел Проситель Нифига Себе 162 Стабильность Давайте Нифига Себе Мы Получили Почти 170 Баксов Да И Основать Город Мы Не Сможем Но Сможем Построить Разные Интересные Фирмы Либо Еще Что Давайте Посмотрим Какие У нас Есть Ресурсы Древесина Соль Меха Рыба Овощи Лошади Дичь Зерно Здесь У нас Зерно Но я Обычно Люблю Строить Возле Сначала Начинать Строить Возле Своих Возле Своей Столицы Столицы Баргама Называется Дичь Производительность Племен В провинции Плюс 5 Дисциплина Луч Давайте Начнем Пока что С дичи Ферма Раба Либо Постройка Племенное Селение Так Максимум Население Так Привлекательный Модификатор Местного Прироста Пищи А30 Вот Так как У нас Здесь будет Город Столица Мы здесь Наверное Будем Пищей Заниматься Да Как то так Да И нам Надо убрать Одну Крепость Вот эту Крепость Уберем Потому что За нее Мы будем Вот так Все Прекрасно То есть Итого У нас Две Крепости Здесь Крепость И здесь Крепость Ну и Третья Конечно Столичная Крепость Но я Думаю Здесь Вот с Этим Ребятам Будем Воевать Наверное С вами Построим Здесь Крепость Вот здесь А здесь Крепость Несем Вот так Вот То есть Будет Здесь Крепость Потому что Видите Вокруг Замков Крепости Территории Контролируется Кто-то Пришел Захватил Ушел Они Опять Захватываются Автоматически То есть Им Надо Захватить Эту Крепость И Они Блокировать Подходы К нашим Границам Нам Надо Наверное Здесь Возле Столицы Поставить Крепость Ну Так Контрольную Да Сколько Она Стоит Она Вообще Очень Дешево Стоит 46 Баксов Давайте Здесь Построим От Нижних Соседей Будем Да Уровень Крепости Плюс Один Прекрасно Ну Все На этом Мы Заканчиваем Первую Серию Нормально Так Мы Расширились В В следующей серии Будем Дальше Завоевывать Новые Земли Если У вас Какие То есть Вопросы Кстати У нас Есть Миссия Это Вкладка Совет Даст Ответ Даня Получает Право Претендовать На все Земли В провинции Западная Готия Восточная Готия Ну Это В принципе Можно Сделать Можно Сделать Да Если Есть Какие Вопросы Пишите В комментариях Я Уже Достаточно На Играть Много Вещи Которые Я Тоже Не Знаю Может Где Будут Какие Ошибки Но В целом Я Думаю Я Все Верно Вам Рассказал Как Нужно Завоевывать И Все Такое Но Это В виде Именно Варваров Есть Еще У Нас Рим Более Цивилизованные Страны Там Македония Спарта Фригия Ну За них Очень Изи Играть Хотя Вы Всегда Вой Против Пол